Очень сильно получается, да, ну, я сегодня расскажу, как у нас это получается. Когда я его только составила, я такая вся на энтузиазме, да, такая счастливая, довольная, выложила всё в чат, и, может быть, кто-то смотрел, может быть, кто-то нет, да, но сегодня более подробно его покажу и расскажу, что из этого всего у нас получилось. Так, буквально вот пару слов тоже о том, как вообще я пришла к тому, что без графика мне не обойтись просто никак. Просто на самом деле период вот этот вот, сначала каникулы, у нас начались каникулы в школе, и, соответственно, у меня ребёнок в садик тоже не ходил, а, потому что он заболел ветрянкой. Да, он заболел ветрянкой, наверное, недели полторы до каникул старшего сына, и, собственно, как бы у нас, получается, младший ребёнок уже дома. Я приспосабливалась, пыталась как-то адаптироваться к тому, что его надо чем-то развлечь, чем-то его завлечь, потому что он дома, и он ходил и постоянно говорил, мама, мне скучно, ну что же мне делать? А я в это время работала, да, например, я привыкла, что я в это время работаю, и тут в итоге получается, что постоянно вот это вот мне скучно, постоянно там мультики не хочу, это не хочу, это не хочу, в общем, и я подстраивалась и под ребёнка в том числе. А потом начались каникулы, каникулы у нас начались, и теперь их двое дома, и теперь у меня полностью график сбился. Я потихонечку пыталась работать, но по факту как бы особо ничего у меня такого хорошего не получалось, да, и у меня был даже некий спад в рекрутинге, прям вообще очень такой серьёзный, потому что я не знала, за что хвататься, то ли мне рекрутировать, приглашать людей, да, то ли мне работать с командой, то ли мне проводить прямые эфиры, то ли что вообще делать. Вот, и потом сразу же после каникул у нас пошёл карантин, сказали, что на неделю у нас объявляется карантин. Потом неделя переросла в месяц, и сейчас вот это вот всё продолжается, да. Я не понимала мне, как успевать, как вообще работать, как делать уроки ещё к тому же, да, потому что у нас сообщили о том, что продлили карантин, соответственно, дистанционное обучение у нас, и оно точно в силе, оно точно будет, и как мы это будем делать, тоже неизвестно. Вот, но всё-таки, всё это вот я в голове прокручивала. В общем, хватило меня, получается, только на две недели. Первая неделя – это каникул старшего ребёнка, и вторая неделя – это когда вот сказали, что карантин, и как только я узнала о том, что у нас начинается дистанционное обучение, я просто не могла не составить себе график, потому что я понимала, если я сейчас этого не сделаю, всё, считай, что можно вообще даже не садиться работать, потому что это бесполезно, когда ты садишься, и тебе говорят, «Мама, мама, мама то, мама это, мама, 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 мама». И куда-то у меня ребёнок собрался. У бабушки собрался. Благо бабушка у нас в соседнем доме. Тоже нарушаем, видите, самоизоляцию, но ходит туда редко. И то вот, не знаю я, почему сейчас он туда пошёл, и кто его туда отпустил. Видимо, папа у нас там командует. Так, дальше, да? А что же делать? Я решила для себя, что нужно составить режим дня. Я решила составить для себя и для детей такой вот режим дня. Составила табличку и начала думать, как же всё-таки сделать так, чтобы у нас... Сейчас я вот тут вот сначала вот этот слайд покажу немножко задом наперёд, да? Я решила, что нужно как-то учесть, да, вообще, в принципе, все те же самые сферы жизни, которые у нас были во время обычной, так сказать, жизни, да? Когда мы ходили в садик, в школу, на работу. Ходила я дома, да, и муж ходил на работу на свою. Ну, он сейчас так же и продолжает. У них была временная приостановка работы, но сейчас всё как бы в порядке, он опять снова работает. Вот, и, конечно же, да, мне хотелось, чтобы всё-таки мы не сидели просто как... Я даже не знаю, как кто, да, как первобытные люди, которые там ничем не занимаются, не развиваются, деградируют. Я, конечно же, решила, что нужно все сферы жизни всё-таки охватить в этом графике. Ну, как попыталась, это там уже... Сейчас, секундочку буквально. Так. Так, сейчас я разберусь. Всё. Никакой там похабщины нам не надо тут в эфире. Вот, и не транслируется. Что не транслируется? Всё вроде транслируется. И, в общем, какие сферы, да, я выбрала? Это учёба, это, естественно, работа моя. Мужа я в график не вписывала, потом девчонки там смеялись долго, а где же муж? Но, ну, у нас так получается, да, что он уходит на работу рано, приходит поздно, и там... Не буду же я вписывать просто только ужин с мужем. Ну, там время мы проводим, ужин, там какие-то разговоры, там это всё у нас между делом, потом сон, и, в общем, там такие вот какие-то моменты, да. Конечно же, да, хотелось бы, чтобы здоровье семьи тоже учитывалось, чтобы отдых и развлечение тоже были, да, чтобы не просто. Мы только учились, только работали, только чем-то вот таким вот занимались, да. Но в то же время, чтобы успевалось всё, и домашние дела какие-то делались, да, потому что, ну, представьте, двое детей, а если ещё и мальчишки, я не знаю, как с девочками, у меня опыта нет девочек, там, как они себя ведут дома, но мальчишки это просто атак. Это постоянные прыгания, скакания, постоянный бардак, постоянно раскиданные игрушки, которые собираются, но с трудом. И это целый автопарк всяких различных машинок, которые потом приходится как-то быстренько убирать, да. Это всё, в общем, ну, такой момент, да, я думаю, у кого мальчики дома тоже меня хорошо понимают, да. Может быть, и девочки тоже такие же, ух, шаловливые, да. Ну, вот. И, конечно же, время с семьёй, да, и хочется, чтобы проводить время, опять-таки, не только с детьми, но и с мужем, да, и, конечно же, время на себя и время с самой собой. Это такой вот важный пунктик, потому что, если у вас, девочки, нет времени провести с самой собой любимой, если вы не ухаживаете за собой, да, не уделяете себе время, то, ну, у вас просто будет истощение, у вас просто не будет энергии делать всё остальное. Ну, просто это будет, ну, действительно сложно, не будут гореть глаза, не будет хорошее настроение. Когда у нас у девочек плохое настроение, да, то, соответственно, держитесь все. И мальчики, и девочки, и дети, и все-все-все на свете, да. Вот уже и стиха не заговорила. Так вот, когда я вот это вот всё подумала, да, что это колесо баланса, так сказать, я решила составить сначала график для детей, а потом уже подстроиться под этот график, потому что я понимала, что уроки я никуда не вычеркну, никакие занятия с детьми я тоже не вычеркну, потому что даже несмотря на то, что ребёнок сейчас не в садике, там всё равно дают какие-нибудь задания. Сделать поделку, сделать там рисунок, сделать там какую-нибудь там игрушку или что-то такое. В общем, всё это дают нам, и без этого тоже никак не обойтись. В чём состоял мой график, да, вот те, кто в одноклассниках, к сожалению, не видят этот график у меня на слайдах в вебинарной комнате. Но чтобы видеть, нужно стать партнёром нашей команды, да, и тогда вы будете получать тоже обучение не только бизнесу, но и планированию своего времени и много-много-много разных всяких фишек. К тому же женский клуб у нас тоже затрагивает вот эту вот сферу жизни, когда мы выстраиваем взаимоотношения с мужчиной, со своим, выстраиваем взаимоотношения с женщинами, с коллегами, с партнёрами, да, и, конечно же, взаимоотношения с детьми. Поэтому, если кто не знал, что у нас есть женский клуб, то вот знайте, это очень классное направление, которое развивается в нашем проекте. Не только зарабатываем деньги, но ещё и саморазвиваемся. Так вот, мой график. Я расписала время, которое мы будем примерно задействовать, да, и с какого по какое время примерно расписала, что мы делаем. Значит, у нас получается так, что, ну, как бы я не стала делать прям вот строгий-строгий график, прям подстраиваться так, как будто бы школа у нас, вот прям вот в 7 часов, как мы вставали, чтобы дети так и вставали. Хотя, возможно, наверное, лучше, потому что дети сейчас немножко подрасслабились. Возможно, у нас уже, не знаю, как во всех регионах, ну, наверное, везде, да, школа уже вряд ли у нас будет. Скорее всего, четверть мы будем заканчивать на дистанционном обучении. Поэтому, конечно, нужно будет как-то это всё пережить, да, как говорится, всё это как-то принять и всё-таки продолжить это всё, да, всё это обучение. Ну, так вот, посмотрим, как потом будет осенью, всё, но сейчас вот так. И мои дети встают, получается, в 9.00 по будильнику. Здорово, Наташа. Да, вот то, что наёмная работа, да, у тебя ещё наёмная работа, сейчас я там посмотрю. Ещё работа наёмная есть, которую тоже перевели на удалёнку. А, на удалёнку, да. Ну вот, у нас, кстати, Юля пробитёт тоже на удалёнке сейчас работает дома и говорит, что... Мне даже больше нравится, но нужно, конечно, приспособиться всё-таки, да, потому что работа бывает разная, и нужно ещё там научиться удалённо работать, ещё нужно с детьми научиться удалённо работать, да, всякие новые даже инструменты приходится изучать, такие как Zoom и другие какие-то платформы, да, и так далее. Так вот, что у меня получилось, да, до 9.30 дети у меня должны сделать все дела, умыться, заправить постель, все какие-то процедуры утренние у них должны пройти, зарядку они делают по телефону, у старшего ребёнка установлено приложение в телефоне, зарядка для детей, они вдвоём делают эту зарядку, потом умываются, приходят завтракать. К этому времени, соответственно, я должна уже приготовить завтрак, они кушают, и пока там кушают, пока убираем посуду, пока какие-то такие вот моменты, да, уже там, ну, примерно проходит полчаса, и если у них там, ну, вдруг остаётся там 10 минут времени, они могут там что-то своё поделать, да, и в 10 часов старший ребёнок садится у меня за уроки, а младший ребёнок у меня берёт тетрадку с буквами печатными и сидит, пишет вот эти вот печатные буквы, я ему показываю, какие буквы, в итоге за время вот карантина он у меня выучил буквы, говорит как, ну, не то чтобы прям вот за время, да, он и раньше уже этим занимался, но именно он как-то уже более осознанно стал понимать, какой звук у какой буквы, какие слова на какую букву начинаются там и так далее, то есть ребёнок не сидел просто так, тупо в планшете или в телефоне всё это время, да, и до сих пор он занимается, он развивается, ну, и другие какие-то моменты тоже, да, есть, помимо букв, мы ещё научились пересказывать сказки, я ему много раз читала какие-то сказки, да, и когда он берёт книжку, он смотрит по картинкам и берёт это всё пересказывает, это опять же для того, чтобы речь у ребёнка, да, формировалась хорошо, грамотно и для того, чтобы память тоже тренировалась, в общем, ну, всякие вот такие вот фишечки. Всё это делает он пока, старший ребёнок делает уроки. Во время того, как старший ребёнок делает уроки, в это время я сижу за компьютером и рядом со мной сидит младший и пишет это дело, где-то что-то ему подсказываю, где-то что-то ему помогаю. Дальше, после того, как у нас заканчиваются уроки, у нас, получается, с 10 до часу, 3 часа и между предметами у него там 5-10 минут перерыв, и всё это девочки по будильнику. Вот реально, допустим, они привыкли, что в школе у них урок идёт там 40 минут, да, или 30 минут. Сколько в школе идут уроки? 35 или 40 минут? Да, по-моему, 40. И, значит, они, получается, как? Они привыкли, что у них есть перемена, у них есть отдых, и у них есть ограничения во времени. 45 минут. Да, Оля, ты точно знаешь. Вот, и получается, что когда ребёнку даёшь свободу, говоришь, у тебя там с 10 до часа у тебя есть там какое-то количество предметов, да, тебе надо сделать эти уроки, он будет сидеть один урок делать с 10 до часа. Если же ты говоришь ему о том, что, смотри, у тебя есть там 40 минут на то, чтобы сделать вот это задание, да, вот два задания, или сколько там, например, по русскому или по математике, то, соответственно, тебе нужно успеть вот за это время. У ребёнка автоматически срабатывает программа о том, что ему надо успеть делать эти уроки. Соответственно, он уже более сосредоточен, он начинает фокусироваться на задаче, которые у него там есть, да, либо на упражнении по-русскому, либо окружающей, либо что он там делает. И он начинает делать. Соответственно, когда ты ему это объясняешь, он уже более быстро справляется со своей задачей и в то же время делает, на мой взгляд, даже более правильно, чем когда он сидит и вот это вот сам по себе. Кстати, первые дни я вот так вот ему дала как бы спуск, он, получается, сидел долго, и мы не успевали по графику ничего делать. По этому плану. В итоге, в общем, у нас стоит будильник, 10 штук или там я не знаю, сколько их, в общем, подъём, завтрак, уроки, между уроками будильники стоят. В общем, потом, значит, окончание урока, вот уже 13 на 0 у него звенит будильник, потом в 15 на 0 звонит будильник, потом, получается, с 16 до 17 они там... Вот, кстати, да, насчёт телефонов и насчёт планшетов. Я выделила им как бы один час, один час именно игр с компьютером, с телефоном, планшетом или там, ну, какие-то вот у них, да, всякие вот эти вот штучки, игрушки, там, приставка есть у них тоже. Вот, один час. В этот один час они знают, что у них есть это время, и они обычно, они сидят там, например, дерутся, кто когда играет, кто во что играет и так далее. В это время, когда у них есть ограничения, они как-то более спокойно играют, и они не успевают эмоционально как-то вот... Я даже не знаю, как это сказать, вот когда они долго играют, да, когда у них вот это вот напряжение какое-то эмоциональное, они становятся какими-то дикими, вот просто вот реально дикими, они начинают драться, ругаться, там, что-то спорить. Когда у них есть небольшое количество времени на вот эти вот игры, и когда заканчивается это время, дети спокойно могут переключиться на какое-то другое дело, да, на какие-то свободные игры там и так далее. Вот у них идёт после гаджетов там спортивные игры, танцы у меня в расписании, да, и, собственно, они потом этим и занимаются. Либо просто играют там игрушками, строят домики, да. Помните, как это было в детстве, когда ты дома из всяких там одеял? Я вот, кстати, не учитель, Оль, но я в педагогическом училась, да, я социальный работник. И как-то вот так вот, да. И, в общем, смотрите, получается, что они занимаются, да, вот этими вот своими делами, и ты уже знаешь, да, что это время у тебя свободно, что ты можешь заниматься своим каким-то, да, делом и так далее. Это вот кратко, да, если вот так вот, ужин у них 17 часов, потом идут мультики, мультики, я думала, отнести ли их к гаджетам или нет, но всё-таки решила, что, ну, мультики, они прям очень сильно любят, да, и один час, если там они их посмотрят, то ничего такого не случится, но я думаю, что вообще, в принципе, надо, наверное, отучаться от того, чтобы они смотрели мультики перед сном. Получается, что вот они в 20 часов смотрят, начинают смотреть мультики, да, и там до 21 или там до 21-30, они смотрят эти мультики, и потом они начинают выпендриваться. Ой, ну ещё минуточку, ой, ну ещё, ну можно таймер, ну можно там ещё чуть-чуть. И в итоге частенько бывает так, что, ну, как бы, они ложатся не в то время, в которое нужно, по сути, да. Не знаю, как с этим поработать, да, куда это всё вставлять, но именно мультики, в какой период времени, да, и вообще, я ещё думаю пока над этим. Мультики советские, давай-ка колыбельную, они современные. Ну, они смотрят там всяких вот этих вот фиксиков, всяких каких-то, как же они называются, господи. Сейчас я уже не скажу, я уже давно не смотрю, что они там смотрят, я вижу, что слышу, точнее, какие там слова, какие там что, да, но особо там не вдаюсь в подробности. Надо, кстати, вот этот момент посмотреть, да. Да-да-да, движуха вот эта вот, она их как бы будоражит, и они потом плохо засыпают. Лучше, наверное, перед сном читать сказки самостоятельно, либо включать какие-то аудиосказки, чтобы у них глаза отдыхали и так далее. Они не такие будут эмоциональные перед сном. Получается, что после мультиков они такие вот, фух, прям вот они начинают бегать, прыгать, скакать, и когда ты говоришь, так, всё, дети, успокаиваемся, стелим постель, они потом ещё на постели 10 раз попрыгают, побегают, попувыркаются, где-нибудь там чего-нибудь ударятся, потом начинаются слёзы, потом ещё что-то. Ну, опять же, да, это всё знакомо, всё, что это происходит. Вот, и, короче, коротко, да, совсем коротко я остановилась на графике, ну, как обычно. Вот, значит, смотрите, что я включила ещё в течение недели, да, и что вместо чего. Значит, когда у нас мультики с 20 часов до 21, через день примерно, да, либо один день мультики, два, например, и другие занятия, мы ставим, значит, игры. У нас есть карточки, которые нужно переворачивать, находить отличия там или находить одинаковые картинки, да. У нас есть такие карточки, в которые мы играем периодически всей семьёй, но когда у меня прям реально не хватает времени, дети играют сами друг с другом. Шахматы. У нас есть шахматы, в которые нужно научиться, да. Мы пока ещё не научились, да, как следует в них играть, да, и это такой долгий процесс. Тут учиться, учиться, ещё раз учиться. Но хочется, чтобы логика, да, у детей тоже развивалась, чтобы какие-то вот такие вот элементарные навыки у них были. И, честно скажу, играли мы, по-моему, один раз всего за это время. Ну вот с этим, конечно, это, наверное, ещё проблема родителей, потому что это надо как-то сосредоточиться, сесть и ещё поиграть с детьми. Вот это вот тоже проблемка такая. Иногда мы смотрим фильм, все вместе, какой-нибудь фильм вечером, да, тоже это как бы не занимает много времени. И несколько раз мы смотрели, были вот представления, онлайн-представления, там, цирк, зоопарк, там, в общем, вот такие вот всякие сейчас очень популярные, да, сейчас в онлайне всё практически выкладывают, даже театры, то в онлайн можно посмотреть. Поэтому вот в это время как раз можно вот провести, да, какие-то такие вот мероприятия вместе с детьми, вместе с мужем. Получается, что кино всей семьёй у нас один раз в неделю, и, ну, как бы, когда получается, потому что на самом деле не всегда это у меня выходит. И, а также детям я в график писала, что они наводят, наводят порядок в своей комнате, да, то есть самостоятельно они должны знать, что перед тем, как им расстелить постель, лечь, мыться и все дела там переделать, нужно навести порядок, то есть убрать игрушки, собрать все раскиданные вещи там и так далее. И помимо этого два раза в неделю у них есть уборка просто в комнате. Это протереть пыль, полить цветы, которые именно в их комнате, и, опять же, да, какую-то такую минимальную уборку сделать. Вот, ну, поливать цветы они у меня любят, полы мыть они тоже любят. Пылесосить, кстати, у них сейчас вообще красота. Они берут беспроводной пылесос от компании Фиберлик, который мы получили, и с удовольствием это делают. Даже когда я что-то тут на кухне сама же насырю, я говорю, где мои помощники, бегут оба, и потом еще ругаются, кто же будет помогать маме. Поэтому это очень классная вещь, которая помогает. И потом, значит, я подстроила свой график уже под их график, где я увидела сразу, где я могу работать, пока они заняты. То есть, например, с 7 до 8.30, да, ну, потому что, если, допустим, я встаю пораньше, то я могу там себе посвятить время, да, и потом с 7 часов до 8.30, полтора часа я могу спокойно сидеть в тишине, поработать. Можно было бы, конечно, и раньше, но вот честно, у меня как после Нового года, до Нового года я вставала в 5, в 5.30, после Нового года у меня как будто, я не знаю, что произошло, я вообще не могу поднять голову с подушки в 5 или в 5.30 утра, или в 6 утра. Я могу встать в полседьмого, ну, в 6 могу, в принципе, могу, да, но я потом тоже могу ходить, как такая вот сонная. Но стараюсь все-таки приучать себя снова к нормальному режиму, потому что я сама по себе знаю, что если я встану пораньше, и это будет, ну, как бы, если я буду выспавшаяся, то я 100% сделаю больше, чем я сделаю это с 10, там, до 12 дня примерно, да. То есть утренние часы для меня более комфортные, вот. И получается, что вот это вот время я работаю, да, потом, значит, я занимаюсь детьми, чтобы их там накормить, чтобы проконтролировать, что они там делали, сделали зарядку или там остальные какие-то дела. Сажаю за уроки и ухожу, получается, снова работать. И, получается, смотрите, я работаю, когда дети спят, когда дети делают уроки, занимаются какими-то делами, да, ну, соответственно, они могут ко мне подойти, что-то спросить, где-то что-то я проверяю быстренько. Ну, это такой, как бы, не очень, конечно, сосредоточенный формат работы, но, по крайней мере, я успеваю там настраивать рекламу, настраивать какие-то такие вот, да, там, технические моменты, отвечать на вопросы всем покупателям и партнерам, в общем, готовить вебинары там и так далее. Дальше, получается, работа у меня с 14 до 15. Вот, например, когда у меня прямые эфиры, вебинары, да, у меня вот в этот как раз, вот в это время как раз и попадает. Потом с 15 до 16 я, если получается, я еще сижу, тоже работаю, там, какие-то вот дела делаю, да, там, загружаю видеоролики на YouTube, там, и все такое, но одновременно я что-то делаю по работе, но в то же время могу и, ну, как бы, делать то, что мне нужно задействовать мозг, да, то есть ты делаешь это на автомате, ты это уже делал 1500 раз, и ты это делаешь. Дальше, значит, получается, у меня здесь с 17 до 18 тоже стоит работа, и потом я ужинаю. Ужин сейчас я стараюсь заменять либо супом нашим, да, велносом, либо коктейлем. И тогда получается, что времени на готовку именно для себя мне не нужно, но обычно ужин для семьи у меня уже готов, да, то есть это я делаю с 13 до 14, либо вот это вот время, когда с 15 до 16, если работать получается, я работаю, если нет, то я готовлю ужин, прибираюсь там и так далее. Но опять же, да, я прибираюсь не каждый божий день, если бы я это делала прям каждый день, наверное, это была бы постоянная уборка, уборка, уборка. Ну, хотя на самом деле я не идеальная домохозяйка, да, я никогда не говорила, что я прям всё люблю, чтобы было прям идеально чисто, да, точнее нет, я люблю, чтобы было идеально чисто, но я не всегда успеваю, и я себя особо сильно за это не корю. У меня бывают, находят такие дни, когда, как это говорят, просыпается, да, домохозяйка, и начинаются дни уборки. Так, как это сделать? Сейчас, секундочку, девочки. Вот, нападает на меня иногда такое, да, я думаю, у всех такое бывает, когда целый день потом разгребаешь все свои уголки. Вот, и вообще получается, да, что вот этот график составлен так, что у меня прям вот сто процентов в 8-10 часов у меня уходит на работу. И в то же время получается таким образом совместить и с семьёй, и в то же время получается совместить с какими-то домашними делами, уроками и так далее. Вот, я не знаю, насколько хорошо видно или нет, да, в принципе, у нас каждый день одинаковый, да, просто у нас меняются какие-то, например, взаимозаменяются какие-то дни, да, где-то там я записываю видео в какие-то дни, где-то я там провожу вебинары, где-то я готовлюсь к планёрке, где-то я, ну, точнее, не где-то, а каждый день я, получается, занимаюсь рекрутингом. И в вечерние часы, получается, что я с 9 до, где-то до 23 часов по нашему времени, по уральскому я в это время работаю. Но один, там, два раза в неделю я стараюсь всё-таки не прям вот до поздней ночи сидеть за компьютером, а давать себе отдыхать тоже, потому что как бы я ни любила свою работу, от интернета, от компьютера, и организму самому, да, нужно хотя бы немножко давать как бы разгрузку, потому что в постоянном напряжении, когда ты сидишь много за компьютером, это как бы, ну, даётся не очень легко, тем более, что, в общем, мне есть над чём работать, да, в плане моего здоровья. Вот. Много наговорила. Если есть какие-то вопросы именно по тому графику, который у меня составлен, то можете мне тоже задавать. И что касается того, что получается у меня. Получается у нас хорошо учёба, получается у нас с работой, я стараюсь выполнять всё, что себе запланировала, да, но не всегда выполняю прям все пунктики, какие-то переношу на завтра. Да, Юль, детки в график быстро вписались, и даже на следующий день, вот первый день мы с ними прошли, вот этот вот, да, круг, так сказать, второй начался день, и у меня старший ребёнок, он быстро адаптируется вот к таким каким-то моментам, да, он мне сказал, говорит, мама, как хорошо, что ты составила график. А младший ребёнок у меня с этим немножко посложнее, конечно, он не очень любит все вот эти вот моменты, но всё-таки он уже сейчас знает, что Даня пошёл делать уроки, значит, он берёт идёт книжку или тетрадку и начинает мне сидеть, пересказывать сказки, то есть он уже автоматически это делает. При этом же у нас лучше стало получаться, да, выполнять какие-то вот домашние там обязанности, лучше они стали быстрее, да, без всяких там напоминаний бежать в ванную, делать все дела, заправлять постель, это вообще сейчас не проблема, хотя раньше мне было сложно им заставить что-то там сделать, заправить постель, они могли целый день ходить с этой постелью, не заправлены, да, вокруг этих, вокруг кровати, вот, но сейчас как-то с этим стало полегче. Это нужно, как бы, знаете, опять, всё зависит от нас, как мы будем относиться к этому графику, как мы будем взаимодействовать со своими детьми, потому что если мы такие смотрим, у нас график, да, и они там что-то не успевают, и мы начинаем там, «Ай, у вас график, вы ничего не успеваете, давайте быстрее», там, и всё в этом роде, то, конечно, детям будет сложно. Если первое время, да, допустим, да, с ними спокойно как-то настраивать их на то, чтобы они выполняли, спокойно помогать им, спокойно что-то делать, да, то, соответственно, детям будет намного легче. И, в принципе, да, мои быстро вписались. У кого-то, может быть, будет подольше, подольше, посложнее с этим, да, но всё-таки, по крайней мере, они будут знать, что в это время у них уроки, в это время у них там развлекаться они будут, да, у них какие-то свободные игры, в это время у них гаджеты, в это время они там прибираются, в это время они ложатся спать. Хотя бы вот такие моменты они должны чётко для себя понимать. Даже если ребёнок не знает времени, он, допустим, уже может как-то ориентироваться, да, он может подойти, у меня, допустим, у старшего звенит будильник, он подбегает и говорит, ну что там, что там у нас сейчас по графику, что у нас там сейчас по времени, а когда там время гаджетов, самое главное его интересует мелкого, да, но, по крайней мере, всё-таки что-то делаем уже, да. В общем, получается учёба, получается работа, как вы видите, я постоянно на связи, постоянно что-то делаю, постоянно то видео, то вебинар, то рекрутинг, то то, то другое, в общем, ну как всегда. Домашние дела получаются, но я бы тут поставила, не знаю, плюс-минус, да, потому что что-то успевается, что-то нет. Частенько бывает такое, что посуда навалена, да, там целая куча, потом ты стоишь быстренько, ты всё перемываешь, и я очень страдаю от того, что у нас нет пока посудомойки, но мы к этому идём. Не хочется брать обыкопую, хочется взять прям вот хорошую, да. Вот. И что касается там развлечений и всего такого, ну, получается, что мы проводим достаточно времени друг с другом, да, потому что всё это, то, что я говорила, да, плюс ещё то, что мы делаем домашние дела тоже вместе. Кстати, вот тоже, да, Бузель вчера говорила на интервью о том, что она делает с детьми какие-то дела, и это тоже общение с ребёнком, это тоже фрагмент воспитания, это вот такие вот времяпровождения друг с другом, да, это какая-то готовка еды, салат, не салат, там, всё что угодно это может быть, там, блины, оладьи, если делаете, да, то это можно делать вместе, дети стоят, там, тесто тебе перемешивают или ещё что-то, и им радости, как бы, и частенько бывает так, что они стоят, например, там, делают для оладьев, например, тесто, ты в это время берёшь телефон, снимаешь их, выкладываешь сторисы, читаешь чаты, делишься информацией, это тоже такая вот часть работы того, что ты делаешь, да, потому что ты одновременно и с детьми, ты вроде бы и с телефоном, вроде бы ты рассказываешь, да, о том, как ты работаешь, как ты проводишь день, и это получается ещё и контент для социальных сетей, это тоже классно, вот, поэтому, девочки, да, если вы ещё не делитесь своими вот такими моментами, своим тар-тарарамом в квартире, который у вас происходит, делитесь, потому что мы все должны это видеть, что мы не одни такие вот, да, там с, как это, взмыленные, да, когда у нас вообще дома вот такой вот оврал, когда дети бегают, прыгают, и мы такие уже всё сидим, уже не знаем, куда себя деть, такое у всех бывает, и я уверена, что если мы поделимся друг с другом, нам всем станет легче, потому что мы все найдём решение наших вот этих вот проблем, задач, которые у нас появляются в быту, и не только в быту, да, особенно в бизнесе, так у нас вообще всё быстро решается, потому что у нас мега головы, да, в проекте мега лидеры, которые быстренько по щелчку могут решить твою проблему, хотя ты сидишь и думаешь, ой, господи, как же это сделать, так вот, девочки, мои помощники дома, конечно же, нельзя списывать со счетов то, что вы уже давным-давно не занимаетесь стиркой, если раньше, когда женщины вели хозяйство, они собирали тазы белья, шли на речку, стирали там вот с этими досками, там вот это всё отстирывали в холодной воде, то сейчас вам это вообще просто, даже не знаю, что я там займусь стиркой, да, вы уже так, даже язык, наверное, не повернётся сказать, потому что ваша стиральная машина всё сделает за вас, вам остаётся взять стиральный порошок Фоберлик, который отстирает все пятна, если там уж сильно, там что-то загрязнённое, да, то вы добавьте пятна, выводите или отбеливатель тоже от Фоберлик, закидывайте это в машинку, добавляйте кондиционер, ваше бельё приятно пахнет, отстирано, вы его достали, развешали, идеально было бы ещё, если бы у нас у всех были сушильные машины, да, который бы, или даже стиральная машинка с сушкой, да, с функцией сушки, если бы у всех это было, это было бы ещё круче, но пока вот у большинства, я так думаю, да, просто стиральная машина, которая является нашей помощницей, и без неё бы нам было, ой, как нехорошо, так сказать, да, пылесос от Фоберлик, это тоже мой помощник, теперь прям я очень рада, что он у нас появился в семье, да, наш член новой семьи, вот, который помогает там периодически, робот-пылесос, это вообще просто вонь, девочки, я никак не нарадуюсь, он у нас месяца, наверное, уже три, работает, он у нас работает, мы всё смеёмся, что когда там у него по графику, а, у него там сегодня выходной, ну ладно, уже как бы, знаете, так это подшучиваем с мужем, над этим роботом, но на самом деле я уже не представляю, как без него, потому что, когда он пылесосит, а ты сидишь работаешь, или занимаешься какими-то своими делами, и понимаешь, что в это время ты могла бы сейчас ходить, пылесосить по квартире, протирать эту пыль, влажную уборку делать, ты занимаешься именно зарабатыванием денег на то, чтобы покупать себе такие там всякие штуки, типа роботов и всего остального, и ты получаешь от этого удовольствие, а от уборки особо ты не получаешь удовольствие, поэтому это классно, я прям балдею до сих пор, обычно к каким-то таким бытовым штучкам привыкаешь, но к роботу пылесосу я никак не могу привыкнуть, и я каждый раз, когда он пройдется по квартире, хожу и любовь, ой, как чисто, ой, как хорошо, но у нас еще, к тому же нет ковров никаких таких вот, и он по ламинату ходит, ему очень легко, это все дается, особо никаких препятствий, и действительно чистенько, хорошо, уютно, дальше на кухне, конечно же, мультиварка, которая тоже частенько выручает, опять же, например, смотрите, утром, когда я встаю пораньше, сижу, работаю, я могу взять, в это время зайти на кухню, накидать в мультиварку там что-то на какую-то кашу, да, там рисовое, гречневое, или какая каша ее поставила, и сама могу пойти еще чем-то заняться более полезным, чем если бы я стояла у плиты с ложечкой, помешивала бы кашку, стояла бы там, следила, чтобы молоко не убежало, мультиварка вам в помощь, девочки, это крутая штука, а еще у нас будет совсем скоро мультиповар, у всех, да, кто делает, кто выполняет условия на этот подарок, получили за 1 рубль пылесос, скоро получим за 1 рубль мультиповара, который будет нам готовить всякие вкусняшки, добрый день, Татьяна, ничего страшного, обязательно будет запись. Дальше, косметика для дома Поберлик, ну, тут уже все понятно, это просто супер помощники, которые нам очень сильно экономят время, я уверена, что нет тех людей, которые сейчас со мной не согласятся, особенно те, кто находится в вебинарной комнате. Понятное дело, что будильник всегда под рукой должен быть, да, он нас так это контролирует, да, когда что делать, когда что как, в общем, у меня будильник звенит у ребенка, поэтому я знаю, что если у него звенит будильник там в 13 часов, значит, там мне нужно заняться тем-то, если у него там 15, значит, я пошла работать, ну, то есть, как бы, 10 будильников, и у него у меня не стоит, только у него, поэтому я уже примерно ориентируюсь, знаю, когда что делается. Понятное дело, что уходовая косметика и декоративная тоже нам помощь, потому что, если мы красивые, если мы ухоженные, в течение дня не ходим, как такие замученные, такие домохозяйки, прям все, то, соответственно, это тоже будет нам помощником, да, потому что и дети нас будут видеть красивыми, хотя у меня дети такие вот прям, особенно старшую, он увидит меня там вот такой вот все лохматый, скажет, мама, ты такая красивая, я говорю, ой, спасибо, сынок. У него комплименты выпрашивать никогда не надо, и это, наверное, очень круто, потому что его девушкам, его женам в этом плане повезет. Ну, не девушкам, не женам, наверное, девушкам и жене. Короче, вы меня поняли, да, сейчас наговорю тут. Ну, поначалу, может быть, он там выберет себе, а потом будет жена. Так, витамины и коктейли, как я уже говорила, да, что это быстренько можно что-то приготовить, точнее, не что-то, а коктейль, буквально там за две минуты, ты можешь его приготовить, и это заменит тебе и перекус, и ужин, и особенно вот сейчас. у нас, да, ну, вот такая я, да, могу я тут пошутить, и сама болтануть что-нибудь, потом, потом сама подумать, да, я как обычно, я всегда говорю, потом думаю, да, ну, не всегда может быть, но бывает такое частенько. Так вот, коктейль быстро приготовила, перекусила, можешь спокойно заниматься своими делами. То же самое, вот, девочки, я думаю, с нами поделятся, вот, кто у нас занимается заготовками на там месяц, на неделю, на две, там, всякие котлетки, всякие там перчики, фаршированные, там, и все остальное. Я думаю, с нами поделятся еще, будут такие вебинары, это будет тоже всем нам полезно. Да, мы строим бизнес, но эти дела у нас никуда не отпадут, и нам всем нужна такая вот, где-то какие-то лайфхаки, да, от партнеров, которые уже успешно совмещают бизнес и семью, неважно, в период карантина или нет. В общем, это все будет дальше. Я пока тоже в этом плане учусь, где-то что-то делаю, я уже какие-то заготовочки, что-то замораживаю, но еще пока на стадии разработки, это все, поэтому не могу поделиться успешным каким-то своим результатом. И, конечно же, дети и муж. Это ваши самые главные помощники, потому что дети, даже если ребенку два года, он уже вполне может подойти, поднять игрушку, положить ее в коробку. Просто этому нужно научить ребенка. Если ребенку уже восемь лет, то он уже может полностью вам помогать что-то делать, вплоть до того, чтобы мыть посуду там или протереть пол, с этой шваброй пройтись. Сейчас это вообще не как раньше. Там были деревянные полы, которые там с краской собираются. Ты там отмываешь, это все в деревне где-то. Ну, это, не знаю, может быть, какие-то маньяни с детства, может быть, что, я не знаю, но по факту раньше это было все сложнее делать. Сейчас это вообще налил в ведро воды, добавил средства, опять-таки, для вытья пола от выберлик, и все, у тебя пол блестит, никаких разводов, ничего смывать не надо. Ты берешь и делаешь просто, легко и доступно каждому, как говорится. Вот. И то же самое муж. Если муж, например, на выходных, да, он дома, и вам действительно нужно уделить время своей работе, ну, почему бы не попросить его, сделать что-то, пока вы занимаетесь чем-то важным, потому что вы же делаете не только для себя бизнес, вы делаете бизнес для своей семьи в том числе. То есть вы хотите, чтобы все вместе вы путешествовали, чтобы вы могли позволить себе делать какие-то покупки, чтобы бюджет ваш увеличивался семьи, да, и все это нормально. И я вот пока готовила вот эти слайды, я нашла вот такую картинку, посмотрите, девочки. Если вы поняли уже, что это, прям вот это будет круто, да, если у нас такая штука появится, это такой робот, который на кухне цепляется, там настраивается, уже такие тестируются, и у него там все под рукой, да, там всякие продукты и все, и он готовит за вас кушать, представляете? Вот нам осталось только сейчас заработать денег для того, чтобы купить себе такого робота, и потом мы будем зарабатывать деньги уже на путешествия, на отдых, на свои, на саморазвитие, на обучение и так далее. Представляете, вы как круто, но это пока, да, моя фантазия, мои какие-то мечты, да, ну, уже есть такие роботы, я видела по телевизору, просто вот представьте, как это будет здорово, но, если у вас нет на это денег, тогда извините, да, если вы не знаете, где их заработать, то, соответственно, такого робота приобрести будет сложно, да, это будет что-то оставаться в мире фантастики, но мы-то знаем, что нам делать, да, девочки, поэтому работаем, рекрутируем, приглашаем партнеров в свой бизнес, рассказываем о том, как можно зарабатывать в нашем замечательном бизнесе с Фаберлик, в нашем крутом проекте с готовой системой обучения, со всеми наработками, со всеми пошаговыми инструкциями, со всеми видео и со всеми обучающими вебинарами, да, это будет очень и очень здорово, когда мы себе сможем позволить и это. У нас все получится, и мы все, все директора, все лидеры, все ключевые партнеры, все, кто развивается активно сейчас в нашем проекте, мы все верим в вас всех и в новичков, которые к нам приходят, и мы этому очень рады, что мы можем каждому помочь научиться развиваться, научиться зарабатывать в интернете. На сегодня это все. Я надеюсь, что я вас не утомила, разбавляла юмором, как могла, да, и даже когда не очень-то думала, что это получится, да, но все-таки. Если было полезно, буду рада. Запись, конечно же, будет. Все вопросы, какие у вас могут возникнуть, можете мне писать. Также, если кому-то нужны какие-то там рекомендации или что-то еще, да, то можете тоже также задавать вопросы. И все, тогда все, да, спасибо большое, Ирина. Очень приятно было, что вы все сегодня пришли меня послушать, да, и всем спасибо большое, кто в одноклассниках меня слушал. Надеюсь, что вам тоже было это полезно, даже несмотря на то, что не видно было слайдов. Если кому-то нужны слайды, и вы хотите посмотреть на мой график, вы можете мне прям в личку написать, я вам скину без проблем, то есть поделюсь, мне не жалко. Все, спасибо большое. Зарядила позитивным настроением, да, девочки. Ну, вот такая вот я. Когда-то я мечтала быть психологом, когда-то я мечтала быть актрисой в театре, когда-то я мечтала быть учителем, когда-то мечтала быть парикмахером. В общем, я сейчас всего по чуть-чуть, при этом я работаю дома в интернете. Так что вот. Все, спасибо всем большое. Все было полезно, пишут мне девочки. Я очень рада. Всем хорошего настроения, продуктивности в делах. Всем пока.